всем привет сегодня у нас вот такая вот кучка посылок здесь их 10 штук сейчас мы все распакуем и посмотрим что внутри и так все распаковано давайте теперь смотреть вот такие вот начнем фонариков вот таких вот очень мне понравились и я купил их сразу несколько для не только для сына а и для родственников подарить потому что они такие прикольные беленькие у меня в основном окружают меня девочки поэтому им будет прикольно один фонарик будет для сына на подарок да сыну в коллекцию а остальные 1 2 3 4 5 будут на подарки вот давайте посмотрим как он тоже айлавью произносит светят они не очень но на ключи как брелок они очень прикольные немного пошатывается у него голова вот двигаются ручки полностью по кругу вот такой вот прикольный светильничек говорит айлавью откладываем то есть 6 штучек я купил вот далее кей фандер это брелок на ключей я его купил для себя но потом у меня друг кое-что потерял и я решил ему подарить его здесь у нас есть фонарик фонарик просто красненький и он должен реагировать на свист или как ли выкрутить батарейку а вот начал давайте еще раз попробуем а он реагирует на звук получается не только на свист давайте будем говорить и проверим будет ли он реагировать раз два три четыре пять до реагирует на звук на громкий звук получается ну я даже не знаю если он будет реагировать на разговор то ну разве что в коридоре ну там крикнуть хлопнуть наверно хотя да видите нарезки звук реагирует а ну так это фонарик раз два три 4 5 отключаю ну в общем подарю другу посмотрим может ему и понравится есть очень много ложных срабатываний то есть срабатывания на голос вообще он должен реагировать на свист то есть свистнул и он запили кол вот но он срабатывает у нас на все что угодно кроме хлопков то есть я похлопал громко он почему-то не сработал вот ну либо он может еще притормозил это же китайское устройство тем более там дешевая за доллар по моему я покупал вот в любом случае паша если ты смотришь это тебе подарок фонарик 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 уже был у нас в обзорах такое еще попросили меня заказать вот такой фонарик и мы его заказали смотреть его детально не будем обычный простой вообще 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 на по-моему на гаммис он я его покупал по ссылка будет в описании в общем ничего особенного далее вот эти вот две штуки это такой вот пластик я пока не придумал куда его использовать тоже сработало на скидку в общем здесь внутри находится пластик такой вот маленький совсем пакетик и здесь пластик черного цвета и в можно там обработать провод или еще что-нибудь обязать и он становится как бы крепким через 24 часа по моему он полностью загустевает и уже его сформировать по-другому нельзя но он держит до 24 часа то есть силикон визин 30 минут короче после открытия в течение 30 минут можно с ним что-то делать да то есть там облепить после того как ты сделал что-то в течение 24 часов застывает и становится такая крепкая штукенция я взял две штуки я пока не придумал что можно прилепить я не придумал куда их применить но давайте ради обзора мы это посмотрим сейчас один распакуем и вокруг вот здесь вот усилим наш тестер двух местах и потом посмотрим что из этого получилось как его открыть похоже на пластилин или смолу и она цепляется к руке хорошо да давайте так еще сделаем и посмотрим черного цвета очень напоминает смолу так хоть бы стол не засрать давайте и выковыряем отсюда да напоминает смолу и причем вот на руках тоже остается как смола вот надеюсь отмоется от рук потом и белый тестер не очень-то хочется вот такой черной штукой и кстати там были разные цвета ну давайте попробуем уже то есть открыли упаковку в течение 30 минут у нас есть время для того чтобы что-то с ней поделать а не прилипает к проводу я не знаю как не крепится к проводу то есть затея моя было дурновато немножко а хотя вот начала крепиться больше к рукам пристает чем к проводу ну сделаем вот так там порт у нас свободен остался и давайте укрепим другой стороны вот оно все прилипает к рукам и я надеюсь она вообще будут работать почитаем что написано надеюсь что-то поймем так первое помойте руки перед использованием так 30 минут после открытия можно флексибел то есть ну в общем короче он свойства свои мягкие сохраняет 30 минут вот и затвердевает за 24 часа держать подальше от детей четвертый пункт я не понял хранить холодном чистом месте подальше от прямых солнечных лучей вот никакой инструкции нет ну давайте пробовать вот здесь еще закрепим прилипает она к рукам больше чем к проводу допустим но хотя эту штучку шну в рекламах и и укрепляли ею провода вот я провод белый запачка получается вот он уже весь черный в этой штук я не планировал как бы укреплять эту штуку и вообще не планировал использовать в общем лихану лишнего здесь тут так много не нужно для укрепления я думаю вот он отказывался крепится изначально но сейчас вроде бы неплохо так зафиксировался руки я отмыл но конечно пришлось повозиться тяжелее всех здесь было большой палец вытирать здесь было больше всего у меня черного и вот в отпечатке пальцев у меня еще остался после как бы помыл вроде все чистенько вот здесь немного попала черная и оттереть в принципе реально но в труднодоступных местах вот остается принципе такого критичного ничего нету но лучше если вы планируете иметь дело с этой штукой лучше оденьте перчатки можно резиновой купить любой аптеке и пользоваться то есть попользовались и выбросили и так пролежала она почти 12 часов вот эта вот штучка она оттирается то есть что что я запачка она присохла все и нормально теперь оттирается вот можно счистить ее чем-то вот сама это хрень платит пластика она стала жесткой и немножко еще гнется вот но твердая стала очень твердая и я положил получается на коробку и вот такой вот уголочек образовался приплюснулся вот но в остальном она жесткая стала и здесь немножко еще гнется вот трескается но я так понимаю что еще 12 часов продержать и она станет очень твердым вот в общем вещь прикольная в хозяйстве по-любому пригодится вот я еще одну трещину сделал вот уже я не улучшить вот этот результат вот ну пусть будет так единственное что наверное другого цвета возьму потому что черный он слишком маркий вот другого посветлее какой-нибудь цвет повеселее в общем решил разломать и посмотреть как она будет внутри что произошло то есть вот так она пристал нет не то чтобы тяжело он крошится и не то чтобы тяжело его было ломать но руки вот испачкал вот такая вот крошка на руках отпечатки остались опять вещь реально прикольная единственное что наверное перед тем как его лепить я здесь вижу просто швы по как бы наложение слоев и его наверное нужно было хорошо размять еще лучше чем я его там сколько его там пару секунд помял и сделал его наверное нужно очень ну получше размять потому что вот эта вот часть лучше консистенции здесь нету как бы я вот тоже попробовал поизгибать и он довольно крепче чем вот эта часть это часть я первую вроде лепил или не знаю но она была вот она слабее получилось чем вот этого часть поэтому я ее разломал вот так вот чтобы посмотреть что из этого получилось далее далее у нас вот такие вот наушники это наушники из алиэкспресс я покупал тоже какая-то распродажа была идут они вот таком вот кейсе прикольном ссылка будет в описании я не помню почем я их брал но по у по моему точно по акции не дорого точно проводные а вот что мне понравилось что они вот такие вот крутые именно красивые симпатичные вот и идут они обычные проводные ну и давайте попробуем послушать сидят они в ушах довольно таки удобно то есть вот так выглядит симпатично вот и здесь и и шапки не мешают то есть удобно ничего не давит все отлично и такое приглушенный звук получается вы знаете я послушал и они реально звучат классно но реально бомба по звуку они у ноут я слушал с этим плеером это бен gk 8 они реально офигенно звучат причем недавно у меня было one more оби фри bluetooth наушники ну рядом не стояли то есть но мои наушники все которые есть тоже как бы рядом не стояли лучше играю чем сяомишные за вот эти вот трех баксовые которые по 2.99 3.99 продают xiaomi piston лучше звучат намного но и стоят они я посмотрел пока слушал музыку посмотрел за сколько я их купил 4 доллара 30 центов отличные наушники здесь вот пульт есть управление звучит ну как бы звук хорошо можно по нему разговаривать кнопка паузы вызова и вот то что для меня было удивительно это вот качелька громкости то есть делается тише вот вообще практически не слышно это вообще звук будет выключен и вот так он на максимальную громкость причем если ты на половину вкрутил то он будет играть на половину громкости то есть ли это очень понравилось давайте я не знаю вряд ли наверное камера передаст их звук громкость но запаса громкости здесь должно хватать давайте попробую включить что-нибудь погромче и не знаю будет слышно нет мне слышно ну и вот на такой громкости я не могу слушать потому что у меня просто глаза выпадают от громкости мне комфортно слушать сейчас сделаю вот где-то на вот такой громкости мне на достаточно сейчас проверю да это громкость достаточно для меня вот комплекте с ними шли прозрачные вот такие амбушюрки получаются две больших две средних и две маленьких то есть помимо вот этих вот можно поменять на если вам нравятся вот такие вот на резиновый и подобрать какой вам нужен так далее то есть наушники мне очень понравились очень прикольный кейс для них и имеют место быть то есть ну очень прикольные наушники за 4 доллара ну реально очень классно я дома пользуюсь наушниками от сяоми пистон самые дешевые эти за 299 буду пользоваться теперь этими откладываем далее у нас осталось совсем немного это крепление в машину было она у нас покупал его ноги рп ст и почему она в этот раз пришло без коробки то есть ну вот стандартное крепление обычная присоска вот такое еще вот крепление то есть можно здесь прикрутить камеру и прикрутить вместо вот это вот штуки и и вот все хорошо сделано все нормально и мне это крепление очень нравится поэтому буду им с удовольствием пользоваться уже были в наших обзорах поэтому откладываем далее у нас часы часы вот такие вот модные часы инструкция у нас английском есть ну и давайте попробуем их настроить как здесь а вот здесь три мини пальчиковые батарейки я не знаю смотрели вы предыдущий мой обзор как там где была крупная распаковка и где были такие вот часы к они еле еле звучали то есть как будильник они ни капли не подходили посмотрим будет ли этот эти работы нормально уже вставил только две батарейки и они включились и заработали и причем играют они намного лучше чем те которые были уже вот я даже третью батарейку не успел вставить за играли все ярко хорошо светится вот давайте а подсветка не работает то есть на двух батарейках вполне может работать будильник но не работает подсветка давайте посмотрим заработать ли она с третьей батарейкой с третьей батарейкой все заработал то есть я так понимаю 3 а вот это вот раздел последний вот он ум 4 1 и 5 вольт а вот я так понимаю что вот последний раздел он и отвечает за работу отдельно подсветки то есть если батарейка села подсветки то весь все часы продолжают работать это очень интересное решение то есть если так вы допустим если подсветка работает то разряжаются все три батарейки до одновременно сели все три одновременно и не работают ни часы не подсветка а так просто если сели села подсветка то часы продолжают работать и нормально показывать время давайте настроим и тут также выбираются мелодии но играет они намного лучше 9 мелодий всего пусть остается это заводим на три минуты и будильник сработал за играла мелодия любой клавишей можно ее сбросить вот ну тут кнопки привычной сверху нету вот ну прикольные такие с подсветкой неплохой подсветка несколько секунд горит и тухнет довольно таки неплохие часики мне понравились ну и давайте последнее посмотрим что у нас это у нас освежитель для холодильника от компании сяоми чем прикол как бы его я не знаю но он был по скидке и я его приобрел так смотрим что у нас тут коробки коробка такая вот модная еще вот не инструкции ничего нет только вот это вот такая вот штука которая веоми ком си и это у нас что давайте посмотрим штрих-код нас отправляет на сайт веоми где здесь две кнопки я не пойму какую а вот можно что-то запустить веоми дефаут ченнел релиз то есть этой штукой еще можно управлять вот здесь не нигде вообще ни слова что это сяоми и какого-нибудь опознавательного признака там и джи а или еще что-то я так понимаю что это веоми тоже какая-то дочка вот сяоми то есть продается тупо под брендом сяоми вот ну типа веоми и якобы вот но посмотрим здесь вот какие-то крепления то есть особенные качается очень долго 13 мегабайт всего приложения вот здесь мы открываем и она не приклеивается то есть где-то просто в щелкивается должна вщелкиваться где-то в холодильнике вот якобы это освежитель для холодильника open close то есть performance фильтр зон байзон high performance фильтр посмотрим что у нас тут приложение почти докачалась немного загуглил и в общем мы срываем вот эту вот штуку и дальше у нас должен быть запах мяты в холодильнике то есть вставляем один фильтр рассчитан на работу площади 80-100 литров да то есть объем якобы там свежесть фруктов и так далее и тому подобное просто берем открываем эту штуку и ставим в холодильнике в углу где-то главное чтобы вот эти вот отверстия не были закрыты то есть там на картинках нарисовано что якобы прилеплена на потолок эта штука нет нифига но есть там картинки где она просто стоит в углу вот либо там возле стенки а есть приклеена сверху якобы и на фрукты такие иончики идут вот нет это бред дырочки эти закрыты не должны быть где-то в углу поставили чтобы она просто стояла давайте попробуем я ее сегодня вечером поставлю в холодильник а завтра утром понюхаю если там запах мяты потому что написано что запах мяты если я правильно все перевел по поводу приложения виомиком здесь все на китайском я не не разобрался даже как войти тут ну реально все ну я так понимаю здесь нужно зарегистрироваться но приложение на английском я к сожалению не нашел поэтому поэтому я даже не предоставляю что там в этом приложении есть в play маркете же по запросу виоми да то есть как называется эта компания находит только xiaomi.ua это магазин xiaomi xiaomi и wish то есть который не относится к этому устройству совсем никак ну а родное как бы приложение я погуглил вот такой вот иконка я погуглил но найти не смог на русском языке чтобы хотя бы приблизительно понять но логически это какой-то тоже типа магазина потому что здесь вот кошелечек нарисован машина доставка и я так понимаю магазин на диване просто от этой фирмы до холодильники здесь вот и наверное это какая-то брендовая штука в китае и вот эти вот защелочки наверное где-то в каком-то из холодильников который можно купить по этому приложению можно его вы щелкнуть ну посмотрим в общем поставлю в холодильник проверю есть свежесть запасе или нет потому что все вот эти вот прикольчики ионизаторы и так далее они мне просто напоминают какой-то разводняк просто ну на ровном месте люди делают деньги да вот ну бестолковые вещи и так так сказать потому что вот эти вот задние дырки они ну тупо проходят насквозь через вот такую вот рамочку да то есть ну ну здесь как бы они заходят внутрь но раскалывать может потом позже раскалю ее и посмотрю что внутри потому что самому интересно потому что мне кажется что там либо будет какая-нибудь ватка просто в каком-то масле масле мяты и все вот так вот поставили но запах ядовый чеснока то есть когда полностью отлепили штуку эту ядовый запах чеснока в общем ночь простояла эта штука здесь чесноком не пахнет в холодильнике но и ничего не поменялось то есть все как пахло так и пахло то есть бестолковая наверное штука но хотя вот здесь если принюхаться вникнуть то аж глаза выедает потому что чесноком воняет на этом у меня все не забывайте подписываться на наш телеграм-канал со скидками не забывайте что у нас еще есть бот в телеграме который следит за ценами и подсказывает вам когда цена поменялась в принципе у меня все ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок и и и